Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Смотрите нас каждую неделю на телеканале Универ ТВ. Все самые интересные спортивные новости из мира студенческого и спортивного спорта мы расскажем тебе прямо сейчас. Не переключайся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соперники оказались равными по силе, каждый придерживался своей тактики, но самым распространенным оказался атакующий стиль игры. И уже к середине соревнований некоторые спортслены начали совершать грубые ошибки, что привело к еще большему нокау страстей. Но никто не собирался сдаваться, и напряжение сохранялось до самого конца. Сначала удача была на стороне студента КНТК и Рустама Салахова, но в скором времени она перемешнулась к представителю КГМУ. И даже родные стены спортивного комплекса не помогли Рустаму завоевать первое место. В итоге у него серебро, а золотая медаль ушла в копилку Булата Зиканшина. Третье же место у Руслана Абдулаева КГАСУ. Среди женщин на протяжении всех соревнований преимущества была на стороне представительницы КГАСУ Алии Кабдульбаровой. Безошибочно переиграв все партии и набрав максимальное количество очков, она смогла завоевать первое место. Также в лидерах держалась студентка КГМУ Анастасия Канкина. Но допустив немало ошибок, она опустилась на второе место и забрала серебро. Бронзовая же медаль на счету представительности КНИТУ КАИ Анастасии Абросимовой. Очень рад, что отобрался на дальнейший этап чемпионата АССК России, который будет проходить в чемпансарах. Так же, как и все участники, прошел сначала внутриузовский этап, теперь будет региональный. Так что, эмоции самые яркие. Соперники достойные собрались. Это и команда самого КНИТУ КАИ, и команда КФУ. Очень сильный соперник был из КГАСУ. Так что, дорога к победе была нелегкой. Напомним, что с этого года чемпионат проводится в четыре тура. И теперь победителям предстоит защищать честь республики на определенном этапе. Татьяна Кондратьева, Тимур Файзюлин. Неделя спорта. Далее переходим к боксу. Данный вид спорта приобретает все больше популярность как средство волевого воспитания молодежи. Первенство России по боксу среди юниоров проходило с 6 по 10 марта в центре бокса и настольного тенниса. Кто же оказался сильнее и завоевал долгожданные медали, узнавал наш корреспондент Никита Переверзев. Основные качества боксера – это выдержка и, наверное, выносливость. Поскольку за один матч на боксерском ринге за 10 минут боксер тратит энергии столько, сколько бы тратил энергии шахтер за весь свой рабочий день. Доказано медиками. Наблюдать за проявлением этого искусства можно было на первенстве по боксу среди юниоров и чемпионате среди женщин в честь памяти заслуженного тренера СССР Краснова в пятницу 10 марта. На соревнования приехали люди со всей России. К примеру участников было 119 и из них всего 26 Татарстана. Спортсмены показывали отличный настрой, а болельщики отлично поддерживали их. Практически в каждом бою соперники показывали равные силы. И зрители спорили между собой, прав ли судья, намылали его. За время соревнований было проведено 109 боев, из них 103 победа по очкам. Особенно хочется выделить поединок Кутылкина Алексея в весовой категории 64 килограмма. К концу поединка спортсмен взял себя в руки и одержал победу, несмотря на малые шансы. Ну был уверен себе в своих силах, что могу сделать. Ну конечно план на бой, из раунда в раунду придерживался его, старался выполнить установку тренера. Переверзив Никита, Хуснудинов Данил, неделя спорта. Теперь поговорим о мини-футболе. На прошлой неделе состоялись игры плей-офф, спортакиады студентов и аспирантов КФУ. В финале Институт экономики, управления и финансов уверенно обыграл высшую школу ИТИС. А уже 12 марта состоялись межвузовские соревнования по мини-футболу, в которых сборная КФУ сыграла свой первый матч в рамках спортакиады высших учебных заведений. Как проходили данные встречи, узнавал наш корреспондент Данил Хуснудинов. 12 марта в спортивном комплексе «Бустан» сборная команды КФУ провела свой первый матч в рамках первого тура спортакиада высших учебных заведений Республики Татарстан среди мужских команд первой группы. Сборная федерального встречалась команда из Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В начале первого тайма команды обменялись быстрыми голами, что задало темп игры, и показалось, что команды не намерены уступать. Но первый тайм так и закончился с единицами на табло. Все самое интересное команды приберегли на заключительную 20-минутку. Борьба была упорная, чему свидетельствует большое количество фоллов с той и другой стороны, и команды показали накал страстей, сравнимый разве что с испанским от классика, между Реалом и Барселоном. Команда Казанского федерального университета забила два быстрых гола, однако через некоторое время команда КГСУ один мяч открытали. Но федералы смогли забить еще один гол, что позволило им довести от риф до комфортных двух голов и помогло избежать нервной концовки. Однако КГСУ не были намерены проигрывать и сразу бросили все силы в нападение. Но стойка защиты команды КФУ выдержала этот натиск. Матч так и закончился с отсчетом 4-2 в пользу Казанского федерального университета. Во два гола в свой актив записали игроки команды КФУ Алмаз Исбасаров и Михаил Сесев. Данил Хуснудинов, Василий Садзюба, неделя спорта. Ненадолго отвлечемся от мира студенческого спорта и отправимся на просторы интернета. Узнаем, что же интересного произошло за прошедшую неделю в мировом спорте. Обзор социальных сетей от Артура Мухина. Прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Артур и это уже традиционная рубрика «Обзор социальных сетей». Ставки с бешеным коэффициентом. Екатеринбургские хоккеисты, которые взорвали интернет и очередная развлекуха в НБА. Об этом и многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Поехали! Никогда еще мужчины не были так счастливы 8 марта, как на прошлой неделе. В этот день мир увидел лучший матч в истории футбола, в котором Барселона отыгралась со счета 0-4 в ответном матче с ПСЖ. Интернет в ту же ночь взорвался от миллиона сообщений, но мы для вас выбрали только самые интересные. Вот, например, как реагировали на победный гол барсы в прямом эфире английские журналисты. А вот что творилось комментаторской на Камп Ноу в тот же самый момент. Клуб по американскому футболу New England Patriots, который в недавнем финале сам отыгрался с крупного счета, оригинально поприветствовал испанцев в своем твиттере. Добро пожаловать в Камбэк-клуб! Поздравляем с невероятной победой! Ну а лучшим не только на поле в тот вечер, но и в социальных сетях стал полузащитник Неймар. Вот фото футболиста в ПСЖ после первого матча, который Париж выиграл со счетом 4-0. А это уже ответка нападающего, который, применив простейшее математическое действие, показал, сколько его команда забила сопернику. Бразилиц никак не мог успокоиться и через пару дней выложил вот такую фотографию, но который, по признанию фанатов, делает отсылку вот к этому жесту Анхеля Диморей. Неймар такой Неймар, но нельзя просто так взять и повипедриваться после матча. Пару недель назад мы уже рассказывали, как футбольный фанат едва не выиграл 34 тысячи евро, сделав ставку на точный счет в двух матчах Лиги Чемпионов. Ему тогда не хватило совсем немного, а вот парень на прошлой неделе со своим прогнозом попал в самое яблочко. 4-0 в матче Дортмунда с Бенфикой и победа Барселона со счетом 6-1, и вот уже твои 20 евро превращаются в 16 тысяч. Еще пару таких ставок и смело можно писать книгу «Как я стал миллионером». А вот с другим прогнозом на футбольный исход в матче все той же Барселоны получился резонансный скандал. Перед началом матч один из букмекеров в своем твиттере опубликовал принятую по запросу ставку пользователя Дэвида Рейда на то, что в матче случится три события. Месси забьет с пенальти, Кавани попадет в штангу, а Барселоны выйдет в следующую стадию турнира. Все три события сошлись, но контора сообщила, что ставка проиграна. По ее мнению, мяч от штанги должен был откачать в поле, а не за линию ворот. За обманутого Дэвида тут же вступились тысячи пользователей социальных сетей, которые следили за его ставкой, а букмекер под напором общественности все же согласился заплатить, о чем сообщил в своем твиттере. Сколько выиграл Дэвид мы точно не знаем, но радует то, что справедливость все же восторжествовала. Российский хоккеист Александр Овечкин не может отличиться в девяти играх НХЛ подряд. На прошлой неделе он развозил пиццу фанатам, а в последнем матче порадовал зрителей и комментаторов вот таким кувырком за борт. Национальная баскетбольная ассоциация умеет делать настоящее шоу. То они приглашают фанатов из зала, чтобы те попробовали забить сверху, то предлагают попробовать закинуть несколько трехочковых бросков. Так еще и мотивируют клубы своих фанатов как надо. Golden State вот пообещал автомобиль тому, кто за 30 секунд забьет 4 раза из-за дуги. Ну и что же вы думаете, такой персонаж, конечно же, нашелся. Самое смешное, что сами игроки Golden State за весь матч, который они в итоге проиграли, реализовали лишь 6 из 29 трехочковых. Может, стоит задуматься над тем, чтобы пригласить в команду этого парня? Татарстанская гоночная команда КамАЗ Мастер едва ли не главная спортивная гордость нашей республики. Еще бы даже все профессиональные клубы Казани вместе взятые в сумме не выигрывали золотые медали, чемпионатов столько раз, сколько наши пилоты были первыми на Дакаре или других гонках. Не секрет, что и сам Рустам Миниханов не просит сесть за руль челнинского болида. А на этой неделе гостем кабина КамАЗа стал знаменитый пианист Денис Мацуев, который на несколько минут стал штурманом экипажа. Никогда не задумывались, что находится в кузове гоночного КамАЗа. Судя по всему, там скоро появится фортепиано. Ну и еще немного о спорте в нашей республике. На днях девятилетия со дня подписания контракта с Рубином отметил Крыдинис Геог Денис. Ветеран и легенда, любимец местных фанатов и просто крутой мужик. В своем инстаграме Крыдинис выложил пост признания казанской команде, причем сделал это на трех языках – русском, татарском и турецком. Но вот как его после этого не любить? Жаль, что партнеры по команде не порадовали именинника победой в последнем матче. Но то, что сделал для Казани Крыдинис, здесь не забудут еще очень долго. После драки кулаками машут. Не самое смешное или интересное видео со спортивной арены, но тоже вызвавшее обсуждение в эти выходные. Чемпионат Дагестана по ММА – очередной бой. Мы, с вашего позволения, оставим его без комментариев, но настоятельно рекомендуем вам не делать так, как герои этого видео. Но у меня на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши социальные сети. Вот инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. До скорого! И на этом у нас все. Увидимся с вами на следующей неделе. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»